У меня для вас есть видеоблог, ребята. Вопрос пришел от одного парня Сэма, а он из Атланты, Джорджия. В общем, я сейчас на заднем дворе, делаю небольшую... Занимаюсь творением. Я пытаюсь заглушить этот шум и голоса окружающего мира. И делаю это до тех пор, пока не начну слышать собственные желания и шепот. Такая практика помогает избавиться от стресса, проблемы и всего такого. Для каждого это будет полезно. Как замечательно, что вопрос Сэма совпадает с одной из моих любимых метафор. Это касается и проблем с финансами в жизни, борьба с экономическими проблемами, через которые мы все проходим. Я расскажу, что я думаю об этом. И знаете, за что я люблю зал? Потому что зал для меня своего рода аналог жизни. Все, что происходит в нем, отражает то, какой ты в жизни. Когда я говорю «зал» — это жизнь. Это не просто так. Когда ты вкладываешься в зале, ты можешь изменить себя физически. Уроки, что мы получаем, инструменты, помогающие отточить твой арсенал и изменить себя, также применимы и за пределами зала. Это те кирпичи, что лежат в основе и выстраивают твой характер и все аспекты твоей реальности. Давайте я прочту это письмо. Нам пишут... Грег, позволь сказать, как сильно твой сайт помог мне ментально, я смог преодолеть несколько тяжелых моментов в жизни. А последний год сила, которую ты передаешь через видео, не дала мне окончательно свернуть с пути. Моя жена попала в автокатастрофу 8 месяцев назад, получила травмы и из-за этого не смогла больше работать. Спустя 3 месяца я тоже потерял работу. Следом и наш общий дом, так как доход с трудом покрывал наши больничные счета, которые только росли. Только одна вещь помогла мне не упасть еще ниже, это огонь, рождаемый на тренировках. Я получал правильное наставление, чтобы преодолевать трудности, которые вызваны отсутствием средств. Твои слова не дали мне прогнуться под тяжестью бед в то время. Я надеюсь, ты подскажешь, как избавиться от проблем с деньгами, или, может, дашь мне пару советов, которые могут помочь. С огромным уважением, Сэм из Атланты. Сэм, гребаный ты ублюдок, спасибо тебе за письмо, и знаешь, что ты не один такой. Каждый, кого я знаю в своей личной жизни, в моей сфере, все сталкивались с этим дерьмом, этот процесс рецессии. Рецессия — это универсальный термин, означающий влияние сильнейшего на сильного, слабейшего на слабого, богатого на бедного и все, что между этим. Каждый с этим сталкивался. Я тоже был в такой ситуации, и я помню, как погружался в нее глубже и глубже. Но эта же ситуация дала мне понять, как я хочу жить. Сейчас ты видишь настоящие лица твоих друзей. Все становится на свои места. Нет ничего и никого больше вокруг. Когда дерьмо попадает в вентилятор, кто останется стоять перед ним? После всего, что ты сделал, если твой фундамент построен лишь на твоем теле, внешности, деньгах или, скажем, семье, если это так, если на этом построена ваша основа, ваша личная ценность, когда дерьмо полетит кусками во все чертовы стороны, и ты потеряешь всех, кто был рядом, что ты будешь делать? Ведь ты потеряешь свою устойчивость. Если же нет, и твой фундамент выстроен на самооценке, честности, жертвенности, принципах, характере, трудолюбии... Этому ты научился в спортзале. Это поможет тебе устоять. Ты будешь непоколебим даже в величайший шторм. Потому что ты знал себе цену еще до успеха. Потому что именно эти кирпичи и построили твой успех. И даже если вдруг твой успех начнет сыпаться, твои блоки силы помогут добиться еще большего результата, нежели ранее. Если, скажем, ты выиграешь в лотерею, ты не будешь богат. Даю пять месяцев, и ты снова нищий. Потому что ты не имеешь понятия, что делать и как распоряжаться этим. Как минимум, надо почувствовать боль, потери, утраты, как Сэм. Пойми, из чего ты сделан. Сейчас это неплохое время, как ты думаешь. Это испытания, и когда приходят такие испытания, после них ты становишься самым лучшим человеком в мире. Январь 2009, Сэм, я был в таком дерьме. Я не женат, моя жена не стала жертвой аварии. Но у меня было два шоу, которые отменили. У меня был доход, но в один момент его не стало. Я думал, что уже правильно вложился в магазин, дом, еще что-то. Нет. Все полетело к чертям. У меня не было денег. Понимаете, я банкрот. У меня был шестизначный счет, который надо выплатить. Проблема в том, что мои доходы в месяц не покрывали мои затраты. В итоге я не мог заплатить коллекторам, заплатить ипотеку. Они звонили каждый день. Они хотели в виде деньги, которых я не имел. Трудные времена заставляют тебя усомниться в себе, не так ли? Начинается беспокойство, как я могу быстро заработать. Может, стоит продать мою целостность? Гордость может. Чтобы заплатить по счетам? Да хер вам! Если ты так сделаешь, то пути назад уже нет. В мое время мне пришлось уединиться. Я был слишком погружен в проблемы с деньгами, стресс. Это все очень сильно давило на меня. Я бы не выжил, не отбросив все окружение. И именно это дало мне видение сквозь проблемы и возможность разобраться в делах. Отстранись от всего. Отбрось проблемы. Когда гайки и болты перетянуты, это плохо. Расслабься, добавь немного масла, и машина станет работать чище. Вот круглая шлифовка. Ты включил ее, она крутится так, да? Если я дам больше давления на дерево, это не сработает. Чуть ослабил, она работает. Если вы находитесь под сильным давлением, ребят, вы теряете способности во всем, что бы вы ни делали, иногда тебе нужно отвлечься, и для меня отвлечением была хрень, типа вот этого всего, стройка. Я стал способен снова слышать себя, находить правильный мотив, отстранись от всего, соберись с мыслями и найди решение. Это как кататься на доске и упасть из-за волны, и ты уже под водой. И ты кувыркаешься в этом дерьме, ты паникуешь, так? Ты в панике. Как мне выбраться? Мне нужен воздух. Воздух! Ты впадаешь в безумие. Ты в панике, потому что тебе нужен кислород. И твой уровень кислорода падает, а углекислого газа растет. И ты доходишь до точки, когда не можешь дышать. Воздуха нет, а ты плаваешь и пытаешься вздохнуть. Ну остановись на секунду, передохни. Дай передышку мозгу, расслабься. Пусть стресс пройдет. Попускай пузыри. Они поднимутся вверх. И вот ты уже знаешь, куда тебе необходимо плыть. Знаешь, как всплыть и вздохнуть необходимого воздуха. Возьмите эту ситуацию за основу во всем, ребята. Если давление на тебя велико, и ты трудишься в этой стрессовой ситуации, и ты никогда не сможешь правильно понять, как выбраться. Я дам вам сейчас три монеты на жизнь, ребята. Почему монеты? Когда ты подкидываешь ее, есть две стороны. Орел и Решка. Первая монета называется работа. У нее две стороны. Работа и страсть. Одна из этих сторон у монеты работает без воли. Другая сторона работает в совокупности с волей. Страсть, любовь. Ты делаешь что-то, ты хочешь, ты во что-то веришь. Когда ты работаешь в таком ключе, даже если только начал, ты просчитываешь третий, четвертый, пятый шаг, делая первый более успешным, твоя работа станет более эффективной при условии, что ты веришь в результат. Веришь в то, что именно ошибки и испытания ведут тебя вперед. Это создает разницу между тобой и другими, ты болен своим делом. Так загораешься, что подрываешься рано утром, полностью окунаешься в работу, ведь ты веришь. В то время как другая сторона монеты работа без воли. Не жди супермотивации, вдохновения, никакого желания работать и стараться. И в этом случае ты бесполезен. Такой тип людей сидят в своих кабинках и просто поглядывают на часы. Им нужно отсидеть с девяти до пяти, потому что они свалят нахрен. Потому что они ненавидят это и также ненавидят своих коллег по работе. И 90% в дня они проводят там. Нельзя жить жизнь в такой ситуации. Считай, что ты труп. В этом и отличие между социализмом и капитализмом. Социализм, ты надеешься на власть, ты ждешь. Пожалуйста, дайте мне чек, чек, мне нужен чек. Ты никогда не вырастешь, надеясь, на подачки. Капитализм, у тебя есть идея. Ты зажигаешься ей, ты открыл дело, ты работаешь для этого. Каждый говорит, нет, 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 а ты веришь и продолжаешь идти. Это одно из твоих качеств. То, в чем ты хорош, к чему у тебя есть страсть. Ты начинаешь вкладываться в это. Ты не устаешь, потому что это твое желание и любовь. Ты будто пробираешься через чертов лабиринт. Как парень, начавший со Старбакс. Ему нужно было колоссально много денег для старта. 25 миллионов долларов, чтобы начать. Он обошел более 300 человек. И только 25 из них сказали, да, это инициатива, и первоначально вложили миллион. Эти говнюки довольно счастливы сейчас, разве не так? Больше 300 человек сказали нет. Но все же он собрал нужную сумму и был готов приложить все усилия в идею о том, что 90% американцев будут пользоваться его продуктом. Каждая крупная фирма, каждая великая компания начиналась с чьей-то веры в свое дело. Веры в себя, страсть к их работе, подкрепленной несокрушимой волей. Никогда не сказав «хватит», они верили в это дерьмо. Это трансформирует тебя откуда угодно. Мой приятель владеет Андер Армор. Он верил во что-то. Он продавал эти майки в подвале своей бабушки в Вашингтоне. Потом продавал их из своей машины, получил пару кредитных карт, затем разместил товар на странице в журнале. Он верил в это так сильно, что если вопрос будет касаться жизни или смерти, он продолжит идти. Это была отправная точка. Это стрессовая ситуация, в которой Сэм, и все мы прошли через это, я прошел это в 2009. Верь в это, продолжай идти. И когда придешь, настанет звездный час. Сейчас я не знаю, сколько это стоит, никто не знает. Мы все знаем эту компанию. Эту машину, которая началась с чьей-то веры в себя, подкрепленной страстью, волей, и стала реальностью. Это первая монета. Другая, это материальные и нематериальные предметы. Обоим мы придаем значение, мы хотим этого. Материальные, это вещи, которые можно увидеть, почувствовать, потрогать. Что-то типа, знаете, дорогой машины в твоем гараже, большой дом, бассейн во дворе, дорогие часы, и роликс. Все эти вещи дают понять другим людям, насколько ты успешен. Потому что ты реально не можешь оценить качество своего успеха. Тебе нужны часы, чтобы поговорить с кем-то, иначе как донести свои победы. Мы разговариваем с ними вот так, показываем их, как много денег они стоят. Потому что мы нуждаемся в этом. Другая сторона нематериальная, нематериальные активы жизни. Эти вещи приходят с улыбкой ребенка, когда он бежит домой. Радостные или со слезами на глазах от победы в чем-то. Даже если ты чертовски опустошен, ты пересек финишную линию. Ты чувствуешь жизнь, которую никогда раньше не ощущал. Может кто-то придет и скажет, спасибо тебе, ты помог пройти через это. Ты действительно изменил мою жизнь. Воспоминания, собранные у нас в голове, делают нас гордыми. Мы можем закрыть глаза и снова очутиться в том моменте. Зов от той силы создает точку подпитки в нашей жизни, чтобы сделать это еще раз, когда это необходимо. Это нематериальные вещи. Они придают значение и ценность первой монете. Страсти. Вы должны иметь конечную цель, ребят. работа со страстью в совокупности с волей и твоей верой в это пронесет тебя так далеко, как это возможно. Цель не должна кончаться на том, чего ты хочешь, что ценно для тебя. Это не часы. Это жизнь ближнего, например. Чувство успеха и достижений. Движение к цели. Это нельзя купить. Последней монетой в жизни будет кто-то, кто-то богат и кто-то, кто благоразумен. Багет духовно. Богатый, имеет много денег, имеет возможность купить все материальные вещи, машину, часы, бассейн, купить что угодно, даже может людей. Купить подарок для жены, которая рядом с ним. Но он не может купить достоинства. Достойный человек, тот, про чье день рождения никто не забудет. Ему позвонит каждый, чтобы поздравить. Когда он на людях, каждый говорит, «Хей, подойди сюда», потому что для них это свет. Каждый хочет быть рядом, потому что им хорошо. На его похоронах не будет места даже шагнуть. Невероятно. Батарея просто сдохла. Пришлось подзарядить. Итак, где я там был? Последняя монета, последняя. Кто-то, кто богат и кто благоразумен. Богатые люди финансово могут купить любую материальную вещь, часы, машину, понимаете, людей, все, что они хотят. Для кого угодно они могут быть мудаками, но их все равно уважают. Как пример может быть армия. Есть две формы уважения. Когда ты офицер, у тебя есть знаки с твоим отличием, рангом, другие должны уважать ранг и должны уважать человека, который его носит. Ранг — это только уважение на службе. В обычной жизни этого уважения нет. Настоящего лидера либо уважают, либо нет. и когда его нет, они волнуются о его отсутствии и успех миссий находится под вопросом. Достойный человек может быть не очень... может быть не очень богат, но когда он появляется, все хотят сказать привет. У него тысячи друзей, сотни близких ему, его жизнь на земле повлияла на множество людей. Эта жизнь показала другим их потенциал и сделала лучше. Это достоинство. Это тот человек, который с закрытыми глазами выберется из любой передряги в этой жизни. И воспоминания о нем, возможно, вызывают улыбку. Его переполняют эмоции. Чувство гордости — это и создает разницу. Его заслуги будут жить и после смерти. И потом, когда он умрет, многие придут к нему на похороны, на кладбище. Негде будет пройти. Очень много людей придет отдать дань уважения достойному. Это три монеты жизни. Ты подкинул первую. Ты работаешь без воли или ты работаешь с волей. Твоя страсть есть проявление того, что ты любишь. Если тебе повезет, она упадет на сторону страсти, сторону воли. Какова твоя конечная цель? Что ты делаешь? Это вторая монета. Это материальная вещь, как машина или дом. Ты хочешь показать свой успех материальными вещами, чтобы произвести впечатление на постороннего человека? Успех не зависит от того, где ты был, парень. Не зависит от трофея, машины, которую ты водишь. Успех зависит от того, что ты преодолел, чтобы заполучить гребаную машину. Твой характер — это главное, кем ты должен стать, чтобы эта машина стала твоей. Если ты заполучил ее, ты продолжаешь развивать способности ради чего-то нового или другой машины. Это должно стать вашей конечной целью. Работать с волей, имея страсть, введя ощутимую цель и получить нематериальное, то, что нельзя купить. Создать лучшую жизнь для семьи, оставить наследие, быть примером, помочь кому-то. Такой путь, такие цели в конце, на финише, создают из тебя достойного человека. Поступки такого человека никогда не забудут. Подкинь эти три монеты и посмотри, как они упадут. Если они упали плохой стороной, переверни их. Оцени, почему ты в такой ситуации. Оцени свою работу. То, что ты делаешь, есть ли в этом страсть? Ты веришь в это сам? Или если нет, ты должен прекратить прямо сейчас, так как нет смысла продолжать. Это как получать социальную помощь, каждый месяц иметь чек, надеяться на него. Нет никакого роста в этом, нет планов, нет драйва. Тебе никогда не стать лучше. И пути назад ты уже не найдешь. Конец, смерть. Это не то, что ты хочешь. Тебе ведь не устраивает такой конец. Ты не должен бояться этого времени, Сэм. Относись к этому со страстью. Подрывайся в 5 утра и держись подальше от этого прозябания. И когда ты любишь то, что ты делаешь, этот огонь загорается сильнее и сильнее. Ты вкладываешься сильнее. Это поразительно. Если ты пришел таким в зал, твое тело изменится. Но если ты ходишь в зал просто для галочки, твое тело даже не подумает меняться. Ты просто приходишь на пару часов занимаешься и потом такой закончил наконец. Хорошая тренировка. Эй, я поработал в зале, парни. Результатов нет, зато я поработал в зале. Так ты никогда их не увидишь. Другой парень пришел позаниматься на час. Заставил себя, почувствовал жжение, полюбил это, получил драйв, хочет больше и больше. Он взрывается как Си-4. Страсть, любовь, сжатие образуют идею и ты добьешься любых результатов. Твоя повседневная работа должна перейти на этот путь. Если ты работаешь в другом направлении, тебе надо выбираться оттуда. Теперешний путь ассоциируем с прыжками по дерьму, в то время как другое направление вы обожаете. Тебе нужны монетки, чтобы начать настоящий путь и тогда ты посмотришь на свою дорогу и как ты выкладываешься. Заручись страстью, любовью к тому, куда направляешься. Направьте ваше стремление выйти из данного положения и ступить на тропу успеха. Осознай, что то, чем ты занимаешься, это что-то значимое. Эта установка будет проверяться на протяжении времени. Это как улыбка ребенка на лице. Это воспоминания. В будущем это станет памятью. Ты всегда сможешь оглянуться туда. Это один из лучших моментов. Это не машина. Скорее, заполучение дома. Но не ценность в виде дома, а значимость людей, которые в нем проживают. еще моменты, которые тормозят все результаты, это стресс, это депрессия. депрессия, не веря в себя, в свои силы, действия, неуверенность. Эти вещи разрушат любую мечту. Депрессия, это как стена огня. Однажды, заболев этим, она будет усиливаться постоянно. Не в состоянии справиться с этим грузом, ты не сможешь делать правильные усилия. И знаете, эта депрессия была создана сотнями людей, и они будут продолжать поддерживать ее, говоря, да, мужик, я тоже грущу. Да, все нормально, я знаю, каково это. И они сидят рядом, и они просирают свою жизнь, потому что находят какое-то удовлетворение в том, что они не одни такие. Успех, это путь одиночек. Очень мало, кто способен пройти этот путь. Только ты, твоя вера, твоя уверенность в том, что пройдешь ты это путешествие. На этом пути ты встретишь много людей, которые дадут тебе много хреновых советов. Ведь они не хотят твоего успеха, потому что твой успех, как сияющая звезда, которая светит на их неудаче. И они не хотят этого. И они также не хотят подорвать жопу с дивана и сделать что-то. Они лишь хотят сидеть и ждать их заветный чек. И этот социальный чек, ребята, касается не только государственных выплат. Это аналогия, не имение страсти к жизни, к тому, что ты делаешь. Просто принимать ситуацию как лучшее, что может быть. Стресс, парни, как машина, сильно затянутыми болтами и гайками, которые не смазаны. Они поломаются и не смогут работать. Когда ты немного ослабил их, добавил немного смазки, и вот теперь можно ехать. Удар в гольфе. Мой отец всегда проводил этот пример, и если он сейчас смотрит это, думаю, ты улыбнешься. Если ты держишь клюшку слишком сильно, то скорость удара, она снизится. Если же немного ослабить хватку, в жизни можно придать быструю скорость. создание большой скорости меча преодолеть дистанцию к успеху быстрее, так и в жизни, в том, что ты собираешься делать. Но если ты подвержен стрессу, как я в 2009 году, со всеми этими счетами и людьми, которые звонили, требовали заплатить, коллекторы, ипотеки и так далее, счета за электричество, другие вещи, а остальное... Я хватался за голову, что делать? Все висело на волоске, температура накалялась. Я продолжал стоять и бороться. Сейчас я смотрю на это время, оно лучшее. Если бы не оно, я бы не стал тем, кто я сейчас. Сэм, сейчас у тебя лучший год, чтобы получить то, что ты хочешь, потому что сейчас тебя проверяют. Действительно ли ты хочешь быть таким? И ты должен устранить все свои слабые звенья в цепи жизни, которую проживаешь. Когда ты станешь сильнее, ты должен продолжать идти, потому что ты делаешь что-то со страстью, ты любишь это. Работать все тяжелее и тяжелее, и год спустя твоей жене больше не нужно будет работать. ты сможешь сам обеспечить ее. Подумай об этом. Год спустя, что такое год? Знаете, ребят, если бы вам сказали, что вам осталось жить одну неделю, если бы мы знали, что Армагеддон наступит через неделю, как бы мы потратили это время? Я не думаю, что мы бы захотели машину. Я не думаю, что захотели бы часы. Я не думаю, что мы бы начали строить новый бассейн. Не думаю, что мы бы строили планы о том, как провести свадьбу. Нет. Мы просто взяли бы человека, которого любим, и сделали бы все возможное, чтобы дать понять, как много они значат. Мы оглядываемся назад в наши успехи и все пройденные этапы, и благодарим людей, которые помогли нам пройти через это. И тогда все наши ошибки мы вернем, исправим этот вред, что причинили людям. Попытаемся переписать эти ситуации и обретем покой. И тогда останется время лишь смеяться, любить, плакать, жить. Когда наступает час испытаний, мы не занимаемся тем, чтобы направить усилия в решение проблемы. нет. Для нас куда важнее обмануть соседа, чтобы все подумали, что мы богаты, купи дорогую машину, вещи, дерьмо. Идем на работу, которую ненавидим, просираем 90% в дня с людьми, которых не любим, чтобы заработать немного денег, чтобы потом потратить их на людей, которых мы любим и сделать, что хотим. Мы боимся изменить наш курс. Идиотское поведение, сумасшедший круг. Ведь ты повторяешь его снова и снова. И что происходит, когда ты делаешь это снова и снова? Ты получаешь все тот же гребаный результат. Поведение идиота, ты психопат. Думая, что сделав то же самое, снова и снова, ты получишь другой результат. Если вы парни в такой ситуации сейчас, то нельзя делать одно и то же и ждать другого результата. вы должны изменить свои действия, если вы хотите, чтобы результат был другим. Это сложно. Это очень сложно выйти из зоны комфорта. Я клянусь, если ты сгребешь свои яйца и поверишь в себя, следуй за своим талантом или страстью, тем, что ты реально любишь. Иди за этим. Стань примером. Сломай гребаные рамки и не важно, что скажут люди. Верь в себя, имей уверенность и когда начнешь, знай, что время покажет, кто был прав. Потом ты обернешься назад и увидишь, в какой заднице ты был. Упадешь на колени и будешь благодарить Бога за то, что побывал там. Потому что в том положении, в той обстановке ты нашел способ открыть свои глаза и нашел то, что тебе нравится. И это то, что ты сейчас делаешь. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok